Пироги и мухи Пироги и мухи И многочисленные предприятия и прочее Почему-то предпочитают невыдающееся достижение российского алкогольного производства Имеется в виду настойки времен как раз Николая Гаврилович Чернышевского на экскурсии, в доме которого я недавно здесь был Который выглядит вот таким вот образом То есть космические напитки Предпочитают какую-то пить какую-то дрень Я не знаю в чем дело Но может быть дело привычки Просто должно смениться поколение Просто все любители, скажем так, южного ректификата Мягко так Должны просто умереть физически Ну поскольку южный ректификат Из южных частей Российской Федерации Он к этому располагает То, конечно Я думаю, что ждать нам будет недолго А так вот сюда нет Сюда приходят антеллигенцы Это, конечно, бар не для андеграунда То есть, ну, не для людей пониженной социальной ответственности А это все-таки такой, как сказал один искусствовед саратовский Очень точно, за что я его уважаю Он сказал, ну, это сложное место Потому что здесь должна собираться интеллигенция Ну, поскольку с Чернышевскими и Столыпиными пока здесь перебои Бар обычно полупустой Но это располагает к некоторым мыслям Которые, в общем-то, говорят о сложных перспективах города Но, тем не менее, мне это удобно Потому что, ну, во-первых, я всегда могу выпить чего-нибудь экзотического В данном случае это такой специальный Специальная настойка Называется анчан И здесь физалис Это для тех, чтобы вопросов не возникало Ну, это такое вступление, поскольку Здесь мне удобно препарировать Известных животных под названием стерли Я уже в ролике отфигурировала Ну, и подкреплять свои силы, увядающие, естественно Но сейчас мы будем говорить не об этом О новостях Ну, новостей, особенно в мире, связанном с неврологией И нейробиологии очень много Я уж не говорю про новосибирских кудесников Которые собираются выращивать запчасти мозга И в него сразу же их вставлять Они там и, значит, маленький мозг выращивали И все всякое хинеевно Ну, я уж про онкологию даже говорить не буду То есть в Сибири каждый раз, каждый год Два-три раза выползает Невероятное открытие О излечении с помощью специального Секретного препарата всех форм онкологии К сожалению, уже 15 лет Дальнейшего продолжения не вижу Но теоретически должны были уже излечить Все, что можно лечить И что не лечится Пока этого нет Ну, а так из новостей Очень крупное событие По которому все, значит, так прошлись Это Принстонский университет Флайвар То есть это как раз изучение мозга мухи Дрозофилы То есть обычные дрозофилы Ее взяли, сделали мозг Значит, там 150-130 тысяч клеток В зависимости от того, с какими дрозофилами мы имеем место Делаем И там посмотрели, как устроены нейроны То есть посмотрели все связи Это веселая компания Во главе с малой Мурти И замечательным компьютерщим Себастьяном Сиунгом То есть это такой индо-китайский инцидент Значит, нашли способ заявить о себе во всем мире Что они впервые изучили полностью мозг дрозофил Ну, во-первых, достаточно подробно его изучали Есть рентгеновская микротомография еще десятилетней давности Там много чего известно Монгистохимия подробно изучена Ну, вот они взяли, отсканировали Отсканировали и воссоздали Этот мозг И сказали, что вот теперь-то Они все про мозг знают А дальше заявления этих индийцев и китайцев Разобесподобные Которые обретаются в Принстоне Кстати, я в этом участвовал И Кембридж, конечно, и Вермонт Ну, всем кушать хочется, это понятно Они заявили громко Вот эти вот веселые ребята Кандидаты наук такие голодные Значит, о том, что этот мозг дрозофила На 60% совпадает с мозгом человека Аплодисменты Я так рад, что в Принстонском университете Мозг сотрудников на 60% Совпадает с мозгом дрозофилы Что дальше все пойдет веселее Теперь-то они наконец-то решат Как они объявили О том, как работают гены обучения Ну, у дрозофила они такие же, как у нас Синдром Дауна, как лечится Ну, у дрозофила, они постоянно болеют Синдром Дауна И критерии они, естественно, разработали Самые лучшие Ну, и старческая деменция Потому что там дрозофилы Регулярно закупают клюшки Для борьбы с деменцией Ну, и кроме того, паркинсонизм Альцгеймер Ну, это все понятно, что они все это изучат А поскольку дрозофилы Абсолютно человек То найдут и решение всех проблем Вот хоть стой, хоть падай Такая новость Ерундовое дело Которое, в общем-то, сделано многократно Они раздули до небес Да еще связали с серьезными Неврологическими заболеваниями Ладно бы это Ведь дело-то в том, что Около 30 лет назад Этим уже занимались На круглых червях Там всего 120 нейронов И вот в помещении, похожем на этот бар Была построена реконструкция Нервной системы этого круглого червя Причем натурально В тысячу раз увеличены И там нейроны огромные, пропорциональные были Все сделано было Электрофизиология известна Все-все-все Биохимия Чем-то кончилась Ровно тем же, чем кончится У этих замечательных исследователей Из Индии и Китая Переехавших в США Повышением заработной платы Результатов, как вы понимаете Особенно при лечении паркинсонизма У дрозофилы Мы можем не дождаться Так что, уважаемые господа Не могу не отметить Это высокое научное достижение Значит, и похалявить В баре Пироги и мухи Копченым перепелиным яйцом И рюмочкой Прекрасного Мутненького Голубого анчана Чего я вам желаю Но поскольку саратовцы сюда не ходят Это исключительно, как вы понимаете Для москвичей За ваше здоровье Сочетание вкуса бесподобно Продолжим Следующий пункт нашей программы Это Пересадка мозга Для победы над смертью Вы хотите жить вечно? Обращайтесь в США В агентство Передовых Я даже это произнести не могу Агентство передовых Проектов в области Здравоохранения Хотя больше напоминает Здравоохранение Ну вот Выделили 110 миллионов долларов Это самая организация Она пишется А Р П И Аш Через дефис Вот Инициатива Жана Эбер Интересно Сколько он откатил назад За такую порнографию Интеллектуальную Он Написал книжку в 2000 году О том Что человек Это такой автомобиль Ну видимо Он научился водить машину Стал Начинающим Автолубителем И видимо Машина была китайская Поэтому Он Стал Написал книжку О том Что человеку Можно продлить жизнь Изменяя все органы Как в китайском автомобиле То есть Блок И вот этот Значит Авантюрист Эбер Получил 110 миллионов На инициативу Вдумайтесь Вообще Ничего нет Чистый художественный Трёп В нашей стране На готовые проекты Ничего не получишь Ну пример Я уже многократно Это говорил О способе выявления За год За полгода Шутеров Которые в школе Приходят И спонтанно Начинают убивать Там детей Учителей Родителей Это никому не нужно Уж готовый проект Не получит Ни рубля Я уж не говорю Про такие деньги Как доллары А здесь Эбер Инициативу Проявил Бедный парень Написал Пять страниц Бреда О том Что нужно заменять Все органы Простым способом Значит Просто меняя Ну и все И вот под эту Идею О продлении жизни Просто пересаживая куски То есть ничего Вообще Никакого основания Нет ничего Даже стволовых клеток Псевдо Даже пересаженных генов По-японски В стволовые клетки Которые должны были Десять лет назад Спасти нас от всех болезней Что оказалось Тоже фуфлом Но Нобелевские премии Назад не берут Нет Это просто Под художественный треп Продление жизни Тут же возникает вопрос А кто же так заинтересован В продлении жизни У нас Кстати говоря В науке Тоже все гранты Все проекты Требуют Чтобы они касались Продления жизни Что-то меня здесь беспокоит Я помню Как у нас Один руководитель Болел легкими Создали институт Пульмонологии Другой Сердцем страдал Создали Центр кардиологии Ничего не напоминает Вот Видимо Байден Нуждается В замене всех органов Такая видимо У них планина Таким образом Я продолжаю Нарушать Нравственность С помощью Анчана Чего я вам желаю Но вы все равно Не дойдете Потому что Ну что это Рюмка водки Стоит дешевле Чем Стакан пива Это же Подозрительно А то Что это технология Времен Чернышевского О том Что это Здоровье Может прибавляться А не убавляться Это мы Оставим За кадром Это пусть Роснепотребнадзор Этим занимается Так вот Переходя К следующему пункту Нашего балета Я могу сказать Что Есть Огромный Прогресс Причем Уже в нашей стране Чудесный Где бы вы думали Естественно В Сириусе Где же ему Еще быть И там Медицинской Биотехнологией Занимается Некоторый Даниил Шевырев И он хочет Восстановить Способность Организма Удалять Старые клетки И Заменять На новые Нормально Обращаю внимание Опять Продление жизни Борьба со старостью Это уже все было Многократно И как-то он Собирается сделать так Чтобы клетки Значит Убивали других клеток Этих выбрасывали А новые заводились Под это Тоже дают деньги Как вы понимаете Иначе бы Корреспонденты В параноидальном Экстазе Не рассказывали Об этой Странности Я не могу Оценивать Эту деятельность Потому что Она оценке Не подлежит Она за гранью Оценочных Научных систем Но тем не менее Это есть И думаете Что это Вот только Сириус Это где-то На югах Там перегревшись От абрикосов И дешевого вина Перевозбудившись Возникают Такие мысли Нет В России Тоже В Москве В холодной Такой Известный Человек В узких Кругах Профессор Рана Это профессор Кандидата наук Если ты умеешь Наяривать на баяне Например Рисовать картинки Тебе присваивали Академии профессора Кандидат наук С профессорским званием У нас такого Жулья Сейчас В телевидении На радио Пал Но они называют себя Профессором И с умным видом Вещают Всякую пакость От политологии Экономики И кончая Наук Вот здесь Такой человек Сотрудник Института Нейрохирургии Имени Бурденко Министерства Здравоохранения Лаборатории Нейрогенетики Галя Павлова Она Оказывается Придумала Борьбу с раком Ну Конечно Не одна Ей помогли И смысл В всем Это называется Оптомеры То есть Это о том Что вот Есть кусочки ДНК И РНК К ним пришивается Некое лекарство Они приходят В организм Находят Раковую клетку И ее В общем Убивают Эта гениальная идея Была Около 40 лет назад Впервые сформирована А в 90-е Повторена И растиражила Известным Западным Прохиндеем И дурошлепом По-другому назвать его нельзя Потому что он влек Колоссальные деньги От реальных Разработок Ларри Голдом Это что такое Это на самом деле Реинкарнация Старой идеи Что когда впервые Открыли антитела К различным белкам Решили так Что надо выявить Те антитела Которые содержатся В раковых клетках Накопить их Получить Взять Соединить С токсином С ядом С каким-нибудь Запустить в организм Они найдут Эти раковые клетки На них сядут И убьют их Мерзавцам Вот эта тухлая Сорокалетней Давности идея Которая сгнила Буквально через несколько лет Когда начались Реальные эксперименты На животных Поскольку все не так Естественно И никуда они не приходят И никого не убивают Она получила Она получила Новую реинкарнацию Эта реинкарнация Связана С тем Что придумали Новое название Оптомеры И к ним еще Так сказать Прилепили ДНК и РНК Почему свернувшаяся Получают большие гранты На лечение Онкологии Это очень актуальная В нашей стране проблема Ее раздувают до небес И там на здравомыслие Рассчитывать нечего Таким образом У нас Научный прогресс Идет Семимильными шагами Уважаемые слушатели Что вызывает у меня Буйный восторг Такими темпами Протезируем мозг Кусочками Выращенными в пробирке Без сосудов Глитом Все это ерунда Мы конечно добьемся Больших научных результатов То есть такого позорища В открытых публикациях Вот этих вот мелких Полуграмотных Из следователей Я не видел давно Причем и как в нашей стране Так и за рубежом Удивительная деградация Научной мысли И страстное желание Получить хороший грант И побольше заработать Но может быть из науки Все-таки нужно уходить Людям, которые Ни о чем кроме пищеварения Выращивания детей И в опендреже не думают Мне кажется Что Не надо заниматься наукой Если вы хотите В ней просто Зарабатывать деньги А деньги Зарабатывать сложно Даже видите В пирогах И муху Пока мы рассказываем Никто не пришел Это говорит о том Что знания Настолько Упали не только В науке Но и У населения Что люди Люди не ценят Даже простых Алкогольных Удовольствий Ну я-то их ценю Это понятное дело Потому что Я кое-что видел На этом свете Что позволяет мне Вдумчиво По-партийному Выпить Анчана В пирогах И мухах И пригласить вас Если у вас осталась Хоть одна прямая извилина Получить Удовольствие от жизни Пока Это все Работает До встречи Уважаемые Слушатели Продолжение следует...